Сообщение мое сегодня называется «Перспективы нынешнего мира», такой, как он есть сейчас. Ну, по сути, может быть и другое название. Вот недавно у нас была встреча с Анатолием Михайловым, и там у него есть такое выражение «позитивный сценарий для мира». Ну, я буду, конечно, тоже считаю свое сообщение вот этим позитивным сценарием, но вот мое сообщение, мое собственное название «Перспективы нынешнего мира», и я хочу заметить, что это будет не всегда вот такая линия, 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 раз от начала пошел, к финишу пришел. Жизнь, она сложная, и я некие будут, как бы линия будет продолжаться у меня, но будет некоторое размышление, некие моменты акцентирования, на которые нужно помыслить, и, собственно, пусть они тоже останутся, будут отпечатываться как то, что нужно помыслить. Ну, мы про нынешний мир, перспективы нынешнего мира. Мы понимаем, что в мире должны быть перемены, что перемены должны быть существенны в этом мире, и что, если самокритично посмотреть, или как вы согласитесь с этим мнением, что мир сбился с человеческих ориентиров, то есть мир сбился с какого-то пути сейчас, и то, что, в общем-то, решения предлагают сейчас какие-то делать, обычно это, как всегда, линейное мышление, линейное действие, и результатов в этом трудно достигнуть, и, собственно, результатов ожидать от линейных каких-то действий, когда проблема комплексная, сложная, и трудно ожидать. И, по сути, для решения нашего в мире сейчас нам нужно некий выход, системный выход на некую новую ступень. Вот у нас много чего где-то развалено, много чего сильно делают, но это не несет перспективы. То есть для нас, для целого мира, нужно такой системный переход на другой тип организации, на другой тип функционирования, но на уровне всего мира. Вот. И я для того, чтобы наш мир как-то вот излечивать, что-то даже выправлять, я хочу обозначить такой нюанс, недостаток, системный прокол, который в жизни к нему по-разному есть отношение сейчас на нынешнем мире, но я его отмечу. Это момент, когда у нас светская начала опережать духовную. Светская опережать духовную, то есть это как бы, ну, телегу ставят впереди лошади, значит, лошадь, она замкнута, она где-то свободы не имеет. Вот. А самое главное – это гаджет, значит, телега, значит. Телега впереди лошади, еще можно обозначить такую ситуацию, когда светская опережать духовную, в другой традиции – это кшатрии впереди брахмана, поставленные и таким образом, ну, утверждается, подтверждается, ну, преимущество какой-то вот материальной однолинейности человека. Вот. Ну, так как я взываю и говорю о духовности, духовности, значении духовности. Давайте мы посмотрим, что такое духовность в нашем мире. У нас есть мировое духовное учение, монотеистическое, вот так вот, как бы, по нашему зрелому уровню, если смотреть. Давайте посмотрим, что такое духовное учение функционально для человека, для чего они человеку нужны. Функциональное назначение духовных учений. Вот. И, ну, давайте можно такое определение записать, и прочее духовное учение, которое проявлено во всем мире, они нужны человеку для того, чтобы человек стал человеком, приобрел свою функциональность человеческую, человеческое измерение, для того, чтобы мы увидели какие-то меры человеческие. А почему? Потому что человек, он двухприроден. Иисус имеет две природы, да? Но Иисус, конечно, это важно, конечно, это подсказка. А в Индии нет двух природ, духовная природа, а или в Китае, или еще где-то, а где нет двух природ? Вот духовная появляется для того, чтобы человек стал двухприродным. Двухприродным это значит человеком. Понимаете? То есть необходимая часть человечности, и, например, те, которые как бы говорят, что это тра-ля-ля, тра-ля-ля, давайте, значит, атомами заниматься с молекулами, химическими элементами, то, ну, я на эту тему что-то еще продолжу, скажу. Мы заметили, что духовное, оно распространено везде, и человечность мы можем найти везде. Ну, эта тема будет, которая обозначила духовность, она будет продолжаться, но я хочу заметить следующий момент по завершению предшествующей эпохи. Ну, предшествующая эпоха завершилась, может, лет 30 назад, да? И что конец предшествующей эпохи был, в общем-то, за физикой и за физическими дисциплинами, физико-математическими. И, в общем-то, мы узнали весь диапазон внешнего, географического, вот этого физического мира, узнали, и теперь очень кратко можно сказать, что вот столько силовых проявлений, сколько вот микроэлементов микромира, которые в основе строения, ну и так далее. То есть, вот, по сути, не так давно начавшийся этот период, связанный с какой-то активностью физики, физических дисциплин, он, в принципе, будем говорить, довольно, ну, это не я один утверждаю, вспомнит только Острецова, да? Значит, что опознание мира в целом завершено, вот. И, как бы, вот это вот, ну, хорошее такое утверждение, вот физическая сторона, но есть такие проблемы, которые, в общем-то, не сдвинут с места очень трудно. Помните наше обсуждение на семинаре, что такое живое? То есть, вот физики, они не знают, что это такое живое, и я даже слышал, что они с неорганического хотят, чтобы живое появилось. Ну, ладно, значит, и нет, что такое живое, а нет, что такое человек. Я, например, слышал такое по телевидению, наверное, наука канал, значит, какой-то человек, институт, директор института, самый ответственный человек, который изучает мозг. Они говорят, вот, с мозгом, ну, почти что разобрались. Вот как эти связи сделают с этими, ну, фактически, по зонам мозга, ну, все. Но есть такая деталь, такая, вот, никак не можем прийти к тому, что такое субъективность, да? Никак не можем прийти к тому, что такое субъективность, что, по сути, они занимаются не человеком, собственно, а занимаются животной формой. То есть, это опять мимо человека, понимаете? Изучаем, да? И, в общем-то, мы видим, что наука, так как до человека не дошла, в том плане, там же этой фигуры нету, да? Так я говорю, что вот на что накладывает свой элемент, свою печать, да, накладывает наука? На администрирование, ну, в частности. Вот мы посмотрим, администратор. Администратор получает, значит, инструкцию какую-то, научную инструкцию. И он по науке, значит, и бесчеловечно, он обращается ко всему, обращается к любому человеку, да? И потом администратора, значит, исключения я не назвал, значит, и потом администратора легко заменяют на робота. Почти без всяких вот этих вещей. А внесение роботов – это расчеловечивание человека. У кого не было неприятных ощущений, когда он звонит и слышит, что ему робот пытается закрыть дорогу. То есть это вообще, это расчеловечивание очень сильное. И мне сегодня говорили о логике науки. Вот логика науки идет вот к этой бесчеловечности, к этому роботу. Та, которая не знает живого. Та, которая не знает человека. Вот. Ну вот после того, как мы сказали о физике, мы перейдем не к лирике, а к церкви, да? То есть мы должны обратить внимание, что церковь обладала слабостью и тогда, когда ее вот светская обережала церковь, да? Но и, собственно, сейчас она не может ориентироваться в жизни современного общества. Нисколько его не опережая. Церковь, ну, наша церковь, нисколько не опережая. И можно говорить, она идет следом за цивилизацией. Так вот несет что-то свое, как бы, да? А куда цивилизация идет, туда вот там и верой повернется. И будет там свое. В церкви нет и инструментов для того, чтобы самоорганизоваться и переорганизоваться в периоды смены цивилизации и так далее. Вот иметь эту устойчивость. И, в общем-то, заорганизовано так, что до сих пор, что все проблемы в решающий момент сваливаются на одного человека, иерарха церкви, и он по ситуации не справляется с ситуацией, он, все эти моменты, компромиссы, не компромиссы, я не знаю, но, по крайней мере, это не ситуация, когда через субъектность одного человека жизнь такого организма проходит, как церковь. Вот. И, в общем-то, когда вот в мире у нас есть вот такое многообразие недостатков, да, и в духовной сфере со своими какими-то нюансами, которые мы еще будем обозначать, и когда вот сухость административной жизни уже достает предельно, да, конечно, хорошим решением, системным решением для нашего мира в сторону позитивного сценария, о котором я рассказываю сейчас, это внесение ситуации храма мира. Ну, вот вы по рассылке получили, недавно было сообщение мое, храм мира, да, храм мира это что такое? Это в целом, если посмотреть, храм, это единая картина для всего мира духовная, где есть восемь пределов, четыре восточных, четыре связанные с религиями откровения, да, там уточнять будем. Значит, и, по сути, везде утверждается человечность, паритетность духа и плоти, да, и в целом, если посмотреть, что такое храм мира, он символ чего? Это символ человеческого пути, потому что в храме мира во всех пределах, во многообразии будут показаны человеческие опоры, как человек с духом объединяется, соединяется. В этом, возможно, некоторые замечают необходимость какого-то эзотерических момента, эзотерических, тайных глубинных знаний и о духовном, и о соединении духовного и природного. Но в целом, это будет такой храм, который символизирует будет равенство народу, но, по крайней мере, из тех мировых культур, которые мы знаем. И, во-вторых, это делает момент отсчет сииминутности того, что происходит в мире в том плане, что мы видим, что диапазон развития человека, вернее, параметры, диагностика развития человека, как в этом мире может происходить? Везде, во всех направлениях, я потом, у меня будет возможность это перечислять, я перечислю, есть параметры того, что в каждом из духовных направлений мировых, что в пределах этого храма мира, развивается человек. И диагностика, а как развивается в этом пределе, и, соответственно, в тех странах, и в этом пределе, в тех странах. Мы видим по этому храму диагностика, что происходит в мире в духовной сфере. Потому что, собственно, вот становление, человеческое становление, ну вот я давайте на этом месте скажу, что оно определяется двумя моментами. Почему двумя моментами? Потому что во всех духовных учениях должны быть два пришествия, то есть два этапа. Всегда, да? И почему две ступени? В любом, я, любое назовете, вот из мирового, да, я там, две ступени будем отмечать. Одна ступень, как сердце связано с Духом Святым. А почему сердце связано с Духом Святым? Дух Святой не имеет границ, он в Бразилии и в Африке действует, там, где даже слово церковь не слышали, да? Но живет сердце, сердце живет Духом Святым. И как в каждом из основных направлений, как они связаны с сердцем, Духом Святым, ну как они на любовь выходят, ну то есть какие-то такие вещи. И вторая вещь, совершенно известная из нашего клуба, которая будет распространяться по всему миру тоже, это так, как духовное связано с природным. То есть соотношение тела-душа, для нашего, в нашем клубе, самосознание-душа, то, что мы отчетливо понимаем, этот уровень, когда ты, действуя телом, выражаешь душу, да? Вот это, этого, конечно, вот так вот не везде есть, но мы частично, функтирно будем к этому относиться. И, значит, я хочу сказать, что для меня важно в моих рассуждениях все-таки посмотреть, что произошло в тот момент, когда светская начала опережать духовное, да? Мы уже проговорили, что у церкви своей слабости бывает достаточно. Но вот этот вот момент, когда светская переходит и опережает духовное, там провал получился по двум таким направлениям, связанным с заветами. Заветами ветхими, новыми, они как бы по-своему, ну, они как бы держатся и вместе как-то, но духовное развитие в этом направлении прекратилось, как бы вот заминка, она перестала быть, ну, крышей, пологом всей этой жизни, вылез под этого полога Наполеон и, в общем-то, началось дальше, чем дальше, тем круче. То есть я хочу обратить внимание, в прошлых наших ситуациях я говорил о том, что есть у нас чувственники, да, типа Аристотеля, Сократа, наших словнофилов, а есть западники, да, и что мы чувственники, западники-головастики, да? То есть проблема заветов, она – это проблема головастика. То есть кто такие головастики? Давайте мы посмотрим вот картиночку, я листочек брал, я, может быть, фигурально так немножечко порисую картинку, которая есть. Вообще, чтобы понимать, вот я на две части разделил лист, и я представляю, вот можно на видео увидеть, что есть четыре уровня и две стороны на каждом уровне. Я хочу сказать, что основными фигурами нашей жизни в наше время являются четыре народа. Вообще, вот, по сути, вот, и через них картинка прорисовывается мировой духовной культуры. Ну, индийская культура первая, да, там, ну, сначала назову, чтобы было понятно, индийская, китайская, семейская, арийская. Вот, и, если по-крупному смотреть, то в Индии делится на два направления, значит, направленная внутрь, связанная с йогой, да, и направленная вверх, связанная, там, с Кришной, например. Ну, там, и, там, в нетрадиционном, в лишнуизме нетрадиционным является буддизм. Традиционно, нетрадиционно, но, по крайней мере, понятно, что это две половинки, у которых Бог внутри и Бог снаружи, в Исаку, Кришну, да, или Адну, в Губине. И точно это одна линия из двух. Значит, и, собственно, есть традиционное учение и в индийской, и в китайской, и в семейской, и в арийской, традиционное учение есть. А появляется нетрадиционное учение. Нетрадиционное учение – это, значит, буддизм нетрадиционное учение, это даосизм нетрадиционного учения, Верхий Завет нетрадиционного учения и Новый Завет нетрадиционного учения. Они нетрадиционные, появляются на традиционной почве, да. И в данном случае заветы эти, они, вот нетрадиционное учение, и заветы, в частности, они относятся к тем людям, людям, которые воспринимают головой, а не чувственно или эмоционально. Для головастика. И эта проблема прежде всего для евреев западного мира, то, что произошло с победой светского над духовным. То есть развязалось некий мешок, или как там, подор, или что-то такое. То есть, по сути, мы вышли, ну, некие проблемы появились в мире, вот до того, что сейчас можно смотреть, а кто везет войны. Либо западный мир, либо семит. Вот. Но это наблюдение. Это я же не против кого-то, ничего-то. И в данном случае это как бы надо относиться не что где-то зло там существует. Это как бы мы смотрим на мир, на наш исторический, как доктор, да, вот какие особенности и как их решать. Потому что это неизбежно нечто получилось, а каким образом будет излечение, что там хорошее может появиться. Нам нужно в этом плане смотреть, что делать, исходя из того, что можно исправить. Мы понимаем, что в мире будет порядок, когда будет проявлен человек двух природ. И я сейчас в данном случае прошу вашего отвлечения подумать над такой мыслью, ее глубиной, что не даром нам нужен за своим законом, а другое знание о том, что человек не становится человеком, если не приходит к двуприродности. Нам нужно видеть двуприродность человека, признаки, которые я назвал, значит, телом выражать душу и, значит, выражать духовную любовь, да. Нам нужно видеть это во всем распространенном человечестве. И то, что я говорил, как храм мира, это является инструментом того, чтобы у нас было это все рассмотрено. Я просто, смотрите, чтобы не переходить в другую мысль, я хотел обратить внимание, вот посмотрите глубину. Значит, нам нужно смотреть, каков человек в разных культурах, то есть природно-духовной, в Индии какой, в Китае какой и так далее. И вот их параметры, человеческие параметры собирать как в корзину, вот в этот храм мира. И у нас видится такое, что вот есть общее собрание различных духовных деятелей на уровне мира, может быть, редко бывает, на уровне России. Я сам присутствовал на таких встречах, где все учения, которые присутствуют в России, они на этом собрании присутствуют, в ОПН Новости, я, например, был. И раньше духовное учение представители, они боролись раньше сами между собой, ну, прежде всего за пасту, за влияние, а сейчас они все, я сам слышал с высокой трибуны, они вместе стоят, обнимаются, приветствуют друг друга. И сейчас тактика в том, чтобы им объединиться для того, чтобы противостоять этому свету, который неуправляемый, ну, вот светскому, я имею в виду, обществу. И что, конечно, здесь, раз они собираются, то, конечно, видится то, что в этом объединении, которое межразлично, разносоставные духовные вот такие сообщества, конечно, раз спорить уже о приоритете, она уходит, куда-то вот этот спор, там, картинами расстроится, да, но вот как раз видеть в этом, как научить человечности может один, одна там конфессия направления индийская православная, а как православная даоса, как даосы суфи, то есть вот эта вот человеческая взаимосвязь на уровне духовной сферы, это мне верится, как глубинная мысль. А те, кто не имеют сейчас вот о болезни головастиков, да, вот, которые два народа я назвал, да, один их из западников, да, конечно, в том, что не имея завершенности вот заветов, они, ну, неадекватны с точки зрения человеческого понимания того определения, которое я сказал. Человек природно-духовный, мы ладно, мы природная, у нас русская душа, мы органичны, а для тех народов, для них, естественно, острая болезнь в том, чтобы для головастиков появилось свое решение, а это решение появляется только с решением Ветхого Завета или Нового, причем по-разному, понимаете? И вот этот момент, он острый, он есть, он отпечатывается в том, что происходит в нашем мире сейчас, вот. И, конечно, это в целом, в принципе, это не то, что люди вредны, что заговор идет с Европой, он, может, идет, но он вторичен, да? Конечно, я даже говорил сейчас, я даже почувствовал, что этот заговор есть, да? Но, по сути, в основании своей это на уровне природы решается, и на уровне природы решается, как человеком становится человек-западник, и как человек становится, как славянин, понимаете? То есть вот в этом выравниваем одного и другого, то есть военным способом такие вещи не решаются, которые находятся вот в основании, там, Бога и природы, да? Конечно, мировую проблему, значит, мой пафос в том, что ее можно решать гуманитарно, проблема с становлением человека во всех направлениях, которые есть в направлении, вот в храме мира, которое можно обозначить. Вот. Я сейчас скажу о Руси, потому что, значит, у нас перспектива нынешнего мира, и, в общем-то, считается, многие говорят, что маятник истории, вот он отодвигается от Европы и движется вот в сторону России. Вот я этот момент сейчас посмотрю, но справедливо, и я часто это слышу. Вот. И мы, конечно, зададим себе вопрос, есть ли у России проблемы, вот, что мы неправильно вот делаем, и в этом надо вообще какой-то институт задуматься, вот, встречи вот этого маятника, вот это, ну, неологизм прям по ходу говорю, да? Потому что, ну, если мы ожидаем, что мы это самое, вообще как пеньки, что ли, какие-то, что история, что это никогда не будет, а с другой стороны, если мы посмотрим, что славяне, это самостоятельный народ, имеет самостоятельный заряд, и что он в работах, в масштабах всего мира еще как следует и не работает. Вот. И наверняка есть надежда, что сработает вот славянский вот этот заряд, там, и русской души, и космизма, и что, что это как в пьесе какой-то, да, там, кто там чехов или кто там говорил, что если на стене висит заряженное ружье, ружье висит, то оно должно когда-то выстрелить. И в этом плане, конечно, о выстреле, о том позитивном действии со стороны России, которое может произойти, я и сейчас хочу вот поговорить. Вот. И у меня, как человека, вот, который 40 лет связан с клубом «Космос», «Космос» и вообще «Космос» это такое, через ведизм, через славянский, через русский проходит. У меня вопрос такой к тем, кто размышляет о таком успехе русском, славянском, на чем он будет строиться успехом. Вот таких, как бы, имеющих в виду мантры, молитвы, которые, как мантры, иногда говорят, что вот придет успех и будет в России. Собственно, на западничестве будет строиться наше, значит, преимущество. На западничестве. У нас в России больше 90% западников. У нас выпускаются тысячи школ, но Россия не может выпустить ни одного класса ни западника, что были не западники, специализированные под Россию, специализированные по российскому вот этому каналу, который изучает русскость, духовную глубину, там, там, русскую душу, не русскую. Ну, то есть, вот этого нету, и что, в общем-то, вот ситуация такова, которая вот я сегодня от Валентина слышал, подобное вот сейчас скажу, что министерства не знают, кого они выпускают. То есть, они выпускают полуфабрикат, они должны бы выпускать человека, потому что они выпускают полуфабрикат, и неизвестно, на какой путь. То ли это путь пойдет технологии и западничества, продолжение. Сказали бы заранее, наша школа развития Запада и мы, наша жизнь будет построена в последовании Западу, чтобы мы их преодолели, и у нас стало больше, и у них меньше. Ну, такой же, ну, вариант, да? А может быть, обязательно через западников догнать и перегнать там, хоть Америку, хоть кого-нибудь. Или, в связи с тем, что у нас, собственно, должен быть оригинальный самостоятельный путь в развитии России, и что-то оригинальное мы должны носить в своем, то это может быть путь развития человека, когда на своем месте будут человеческие качества, они будут востребованы. Вот. И путь человеческого становления. Ну, у нас в России большой соблазн не идти путем становления человека. То есть, есть у нас, значит, муссируются такие моменты, вот, нужно идти путем развития ВВП, там, как там, на дуточное население, развития гаджетов, обустройства, значит, такое, значит, развитие. Вот. И, собственно, вот, как бы, не намечено и не видно на нынешний момент, вот, на ситуации на нынешний момент, не намечено вот это вот, какие-то, вот это вот, перестраивание в сторону вот этого человеческого становления, и где, собственно, не социальный человек, которому платят деньги, а человек имеет значение, причем человек этой страны. И поэтому у нас можно представить в будущем, что и, конечно, и школа наша будет выпускать по природных, то есть, человеков, да, то есть, как-то ориентироваться здесь можно, значит, и что в администрации сейчас человека не найдешь, и в администрации появятся какие-то человеческие образцы, и это станет нормой. Вот. И, в общем-то, если мы рассмотрим, кто у нас двигается в администрацию, там, выбирается в Думу или куда-то там дальше вверх идет, если рассмотреть на эту категорию людей, то это люди, в общем-то, такого, ну, средневного склада часто было такое, они притерты к этой ситуации, к этой жизни, к цивилизации полученные и проученные. Ну, такие ушлые люди, в общем-то, такие крепенькие, и еще дополнительно, например, берут, что, там, кандидаты западных наук или доктора западных наук. Я обобщу вот этот вот момент, чтобы было понимание, о чем я говорю. И так идут монофизиты. Монофизиты одного склада, я сказал на значение духовного учения, монофизиты. Идут и одного склада, и они, собственно, вот у нас монофизитские общества, самого разного такого плана общества и руководства и всяких дум и так далее, где вот это как-то монофизитский по-своему решает. И если мы рассмотрим, что такое церковь нынешняя, то нынешняя церковь – это тоже монофизиты. Монофизиты там в теории – это ладно, но это люди, мы находимся в клубе космоса. И мы уже, ну не тысячу раз, но несколько десятков раз уже говорили, что церковь не имеет опора на свое тело. Самая большая проблема церкви – это в том, что у них учение высокое, а тело цивилизационное. А кто специалисты по построению тела? Космист, ведический космин, космос, в котором находимся мы. И очень грамотное замечание, мы на это замечаем. Для меня вот такой образ, не знаю, я не думаю, что всем будет приятно смотреться, но петушок на палочке, да? То есть петушок – красивое учение, извините за сравнение, я здесь нисколько не сама. А палочка – это тело, на которое невозможно опереться. И поэтому из-за того, что телами люди, человек не может показать христианское тело, хотя мы знаем, что это такое, в рамках вот этого учения, да? И поэтому через тело оно повязывается, получается, церковь повязывается с государством и так далее, потому что церковников можно прищемить. Ну, я как бы, извините, очень сложно это говорю, но я говорю о том, что церковники – это тоже монофизиты. Вот. И что когда-то мы помним, что огромная борьба была на Первом Вселенском соборе, значит, Никола Чудотворец, вот памяти которого 19 декабря было. Вот он боролся там и боролся физически против монофизита Ария, да? По-моему, побил его. Ну, в общем, это такие моменты исторически известны. Ну, и, в общем-то, за что боролись, но в результате вот этого как бы не очень-то получился этот успех надолго, да? И, собственно, вот я речь к чему иду? Ну, не умеют опереться в церкви. Церковь, мы говорим, может быть, плотный, сильный народ, который вообще представляет силу христианству, несгибаемость и христианскую правду. Кстати, нам и славянская правда не хуже вот славянской правды, она с такой же степень и нужна. И у нас ничего толкового не будет, пока церковное развитие и человеческий прогресс не будут одно и то же. Человеческое, церковное развитие и человеческий прогресс. Я на этом месте о чем говорю? Я обращаю внимание. Вершина человеческая в нашем славянском родине превзойденная Лев Толстой. У нас человеческий образец, релих, релихи, виссарион сейчас, да? Величины, громоднейшая. И вот получается, что церковный прогресс с человечностью как-то развязан. Вот я не понимаю, я даже, значит, слышала от патриарха с методичностью, ну, наверное, раз несколько подряд, вот они поставили в центре человека, да? И отчетливо, об этом даже не говорить, что цивилизационного человека. Вот поставили человека, и что надо заниматься Богом, а к человеку что не приходить или что? То есть, как это самокритично, они не занимаются человеком, и поэтому слабы. Я не знаю, как это всем понимать, вот эти вот, как бы, вот расшифровки, те, которые есть. Вот. Если мы сейчас говорим о платформах, на которых, может быть, создан старт России, маятник, которого движется сюда. Вот мы заметили, что на западнической основе нет, на церковной основе ничего не дают. Понимаете? Вот я имею в виду из крепкого, да? На каком-то уровне они работают там свою задачу, прикрывают задачу, да? Вот. А антизападничество, то, которое вот сейчас особенно проявлено в идеологии России, антизападничество. Это тоже неонтологическая позиция, и вот такое вот, что вот антизападничество неонтологично, что вообще, как бы, нужно какую-то опору иметь. Вот создается то, что общими словами называется русский мир. Русский мир, он, собственно, может быть действительным тогда, когда проявлена антология. Антологическое базовое основание русскости, и чем антологичность русскости отличается от новозаветности. Потому что в России, значит, есть традиционное учение, вот, которое у нас связано с ведизмом, проходящее через Россию, и нетрадиционное, связанное с новым заветом. Хотя бы в этом надо разбираться. И никто не против человеческого, вот, русского мира, который создается. Ну, я единственное сказал бы, добавьте одно слово. Русский человеческий мир. А не то, что русский мир, имя никого-то там, или как-то еще, я не знаю, какие видения есть. Русский человеческий мир. И тогда войдет и татарин, и войдет и друг представитель какой-то момента, потому что по уровню человечности он будет совпадать с тем же славянином, человечность, которая будет показываться и в храме мира, и во всяком родопрактике, если будет к этому интерес, потому что в обществе это есть, значит. И я все-таки возвращаюсь, вот, все-таки, маятник идет в сторону России. Значит, и, собственно, я хочу показать на то, что есть доказательства, почему это так. Почему это так. Ну, давайте я развернусь к той табличке, которая есть. Значит, я как преподаватель логики, я нашел в своем преподавательском арсенале вот то, что в логике называется систематическое доказательство. Оно состоит в том, что если мы что-то добавляем в систему, она становится более крепкой. И вот сейчас, если рассмотреть вот на вот этих четыре деления, которые есть, вот это, допустим, индийский народ, он имеет в себе глубину, значит, традиционную, нетрадиционную, Бог в глубине и Бог с внешней стороны. Если мы посмотрим на китайскую сторону, многие не умеют смотреть на китайскую, да? То есть, если Бог внешне, ну, там, например, дау, он вовне, да? Это нетрадиционное учение, так и называется нетрадиционное, да? А традиционное это то, где Бог внутри, где энергия духовная внутри человека, да? И в этом плане разделение. Они смешали все, говорят, у нас одна традиция и даосизм, но не даосизм одна традиция. А в самом деле грамотно, если смотреть разделение, где Бог внутри или снаружи. А если рассмотреть клеточку семитского учения, Ветхий Завет и Ислам, да? В Ветхом Завете у них, значит, Бог огненный где-то снаружи, в виде куста представляется, огненного, да? У суфьев горячее эмоциональное духовное сердце. То, что называется авах, это мы, как люди, занимающиеся космизмом, это наша размерность, мы можем назвать по-своему эту систему самоорганизации, которая касается всего живого и не выделяет человека. И там, как бы, любовь не сильно проявлена. И вот мы смотрим, вот смотрите, здесь есть традиционное и нетрадиционное. У китайцев есть, у семитров есть. А здесь на седьмой части есть, значит, новозаветное учение, а учение, связанное со славянской душой, вот галочку, где я поставил, оно никогда нигде не проявлено, никогда нигде не описано. И вот эта таинственная русская душа, о которой мы можем говорить сейчас, вот мне скажут, вот скажи, а ты приведи в свое доказательство, вот там русской души, а я скажу, а что история закончилась, что нам нечего делать. Просто маятник показывает, что вот на это место, я его называю, ввожу такое понятие восьмой элемент. Восьмой элемент, он является аргументом в мозгах всех людей всего мира, аргумент того, что в Россию действительно, смотрите, не было, оно пришло сюда. Вот, и в мозгах это цепи, и это как ориентир подтверждается. Но система, я хочу сказать, ну, русскость, а за что браться? Вот западничество не возьмешь, нетрадиционное учение, там, православие, что ему возьмешь? А, значит, пусть изменится, так будем брать. А вот, а здесь я отмечу, что перспективой России, всего мира является космизм, тот, который с космической этикой. У нас есть космизм гаечный, там, где помимо обычной цивилизационной дела, но гаечный космизм запускает аппараты и так далее. Для нас важен, значит, космизм, который связан с космической этикой, с космической ответственностью, да, и с организацией общества, которое соответствует системе самоорганизации живого космоса. Не многие знают, и не до конца знают, что клуб космос, который организовался в 81-м году, он именно был замыслив, как общество, которое на Земле, в земных условиях, человеческих отношений, в человеческих обстоятельствах, показывает, как общество может существовать, ориентируясь и в рамках системы самоорганизации живого космоса, как человеческое общество может соответствовать вообще вот этому мировому космосу, да. И в этом плане наш 40-летний опыт является, собственно, позитивным успехом. Клуб держится сейчас, и сейчас это огромное достижение, оригинальное, которое есть для всего мира. И что с космизмом связано? Вот говорится перспектива нынешнего мира, на чем оно будет, эта перспектива, делаться. Что мы больше будем богатства иметь вокруг себя, что мы будем есть более ценное что-то, да. Вот ВВП будет повышаться, да, на душу населения, да, за счет этого или за счет другого. И вот Клуб Космос, учение Яна Ивановича Култунова, оно рассказывает, как раз оно о чем? О том, как связан микрокосмом человек с макрокосмом, что макрокосмом динамичен, что он вносит в нашу жизнь постоянную энергию, и что не тебе жратвой поддержат свои усилия, которые ты приносишь, духовная, а за счет того, что сила космоса поддерживает все настоящее, что сделано человеком, и вообще все лучшее, что в мире происходит. Это учение о логосе, которое есть в рамках нашего мира, и именно через, вот мир, находящийся в застое сейчас, именно через космизм, с динамизмом, пройдет благополучно с той, значит, данностью, которая появилась, начиная с Аристотеля, с накоплением знаний, познанием всего мира. Это все находится уже в сундуках, это все, значит, находится в интернете и так далее. И не достает чего? Одного. Не достает человеческой души. Пробуждение души, потому что пробужденная душа дает образ будущего. Об образе. Что? И реализация нужна. И вот здесь интерес такой, что появляется через человека образ будущего, и начинается строительство мира не по тому, как я сделал гидростанцию или сооружение громадное, а помял, подмял там половину территории, да, а оно будет строиться, жизнь наша в человеческом измерении, когда человек, создавая свой мысль и образ, у него появляется сила, как это осуществить. То есть человеческое измерение в разбитии мира и развитии мира через себя. Это важный момент, который вообще несется вот в нашем космическом направлении, многие, наверное, об этом не знали, не слышали, но знакомьтесь, нам 43 года, как объединению, как клубу. И я хочу сказать о том, что от родного есть сейчас. Ну вот есть космизм не в правительстве, не в Думе, не в какой-то еще высшем объединении, конечно, о том никогда не мыслили, и на уме этого нет. Как будто этого нет в России. Но это есть в России, это есть наш потенциал, и потенциал он еще в том, что я слышал недавно, ну месяца три назад приблизительно, плюс-минус, значит, я слышал выступление патриарха нашего православного перед молодежью. И он радостный такой, на веселье говорил, что да, вот не будет такого затаскивания, всех там в одну конфессию, что должны быть православие, ну иносказательные, я прямо говорю, ну иносказательные, что будет некое объединение духовное всех, вот как бы, которые духовные каналы есть традиционно, они будут объединяться, и что это будет общий какой-то духовный взгляд у нас в России появиться. И это, в общем-то, отрадно, это очень похоже на то, что я говорю про храм мира, да. И, вы знаете, я просто о том хочу сказать, что вот, например, появится вот эта цепочка из духовных лидеров, там православные, рядом с ламистами, кто там буддист, там евреи, там стоят, ну мне желательно, конечно, по уровню храма мира выстроено, то есть по человечности, да, но это будущее. И вот православный патриарх, кто-то, исламопредставитель такой стоит, и представитель русского ведизма, как духовного направления, оно называется деятельное христианство, которое стоит, и наконец-то Россия станет на обе ноги. Сейчас она, а пока на ведических ногах стоит, немножко, чуть-чуточку, касаясь, да, хотя может быть сильнее, на церковных не стоят, да, но станут на обе ноги, да, и будет подъем во всем мире, и, значит, конечно, это будет, в России может быть случиться многоразовый духовный взлет. Многоразовый духовный взлет, когда вот, смотрите, я когда назвал сейчас не напрасно восьмой элемент. Что такое восьмой элемент? Мы достраиваем систему до полноты. Появляется восьмой элемент, есть еще семь элементов. И мы приходим к человечности, и мы выстраиваем некое, не только одно вот, мы восьмой элемент создали, и мы отгораживаемся от всех. Тогда тот, кто приходит к завершению системы, тот за эту систему и ответственен. И поэтому закономерно у нас в стране увидеть то, что, даже если в нашу страну сильно и не пришло, но увидеть вот этот восьмигранник, где человечность представлена о восьми направлениях, которые вот я перечислю, если будут вопросы, я уточню, да, и что вот этот многоразовый духовный взлет, он может быть по восьмой направлении. Ну, китайских учениях нету здесь, но мы Китай будем развивать на своей стороне. Вот есть проблемы с Западом или с евреем, допустим, какие-то представляют, то это все в рамках России, у нас это все представлено, совокупность этого есть, и вот это вот вырастание человеческое, оно, конечно, может быть проявлено, многоразовый духовный взлет, и в этом плане фейерверк России, я впервые это слово произношу, оно может быть и именно в основании, как раз человеческое основание. Но давайте мы посмотрим, я обратил внимание на то, что как же нам быть с головастиками. У нас вот я эту проблему заострил, она в моем сообщении важная, и как же решать проблемы эти. И вот я вернусь к тому, что, потому что это связано с завершением или продолжением заветов, и вот я чисто исторически хочу в свой биографический момент сказать, где-то в 92-м году я гулял по проспекту Мира, и мне принесли далее две книжечки, желтую и зеленую. Из тех книжек я узнал, что есть такая Мария Девья Христос, и на обратной стороне зеленой, по-моему, книжечки, там было написано, пришла для того, чтобы продолжить Ветхий Завет. Я так удивился, у меня мыслей вообще никогда таких не было, но настолько я поставил перед реальностью, вот эта мысль по-русски написана, и тем, кто по-русски соображает, завершение Ветхого Завета и продолжение его, и привести народ к любви и созданию братств. То есть это настолько удивительно, которое явление для всего человечества и на уровне человечества, насколько явное такое, вот наход, аванс какой-то, да, и, естественно, вот на какое-то время это все, как бы это ушло, но вот это вот все основалось, я с ней познакомился в 10-м году, общался с женщиной, но из которой общение умное, прекрасное, из которой после действия от нее получается. Вот я с женщиной общался. Какой прекрасный человек! Такая человечность идет от женщины, это мой свой собственный. Она, ей давали 4 года, она вышла из, в 97-м году из заключения, то есть она не интересна, не церкви, а что, разве церковь в жизни не стересуется, да? Значит, развитием жизни, да, для себя работают, а не наука, там, наука о свете и трансформации, наука не заинтересовала, да кому платят же деньги не за это, да? И, соответственно, громадный кладезь знания, а сейчас она оказалась изолированной, находится за границей, но это аванс, который дан России, конечно. Вот, и далее мы еще, следующее, потом то, что я увидел в 91-м году, услышал в конце 91-го года, я услышал, что, значит, Виссарион – это продолжение христианства, раскрытие тайны Отца Небесного, и то, что это пришла та линия, которая убирает вот эту разболтанность конфессий христианских, которых, наверное, сейчас больше сотни или сосчитать невозможно. То есть он создал общину единой веры, и действительно, как бы практика и практически показал, что вот в доступном знании, живом восприятии человек становится другим, изменяется к лучшему, создает прекрасный мир, и то поселение, которое сейчас существует, оно, наверное, лучший образец, по идее, во многом из того, что, в общем-то, человек может сделать за ближайшее время. И в этом плане, то есть, то, как бы, моя мысль о том, что против головастиков у России именно есть вот это вот, как бы, решение с Марией Деви, она за границей сейчас, с Виссарионом. Вот Риссарион вообще проявил себя таким образом, что может с обоих сторон рассматривать ситуации и выправить одно в христианском русле, и в другом их соединять по-христиански. Точно так же можно с Шрёдор, с этими самыми, с германскими, английскими, американскими, прийти к христианскому общению. Они тоже заявляются, кстати, как христиане, да? То есть, это прекрасное решение множества проблем, перед этим его посадили в, как раз ровно перед ярким конфликтом, ровно посадили его в тюрьму. Но, посмотрите, в СИЗО четыре года сидит, значит, там подробности очень даже некрасивые, связанные с содержанием. Но, знаете, о чём я хочу сказать? Что, собственно, с точки зрения человека, человечность – это вообще огромное, что есть. Это огромное, что есть, и человечность эту надо ценить. И вспомните мой тезис, который я сегодня уже говорил, что развитие церкви не согласовано с развитием человечества. Понимаете? Это настолько… Виссарион говорит, что человек – это душа. Человек – это душа, да? И с основания того, что у него зрелая душа, он каждого человека с человеком может помирить. Кто из патриархов может это сделать? Хотел бы я, чтобы мне это показали. Друзья, и, наконец-то, мы понимаем, что вот здесь, что… Нравится вот это противоречие одного фланга с другим. Потому что мы видим в одном храме мира на равных основаниях всё традиционное, нетрадиционное учение. Четыре традиционных учения, четыре нетрадиционных, там, две восточных, две западных, это надо смотреть. И в этом плане, конечно же, равновесие все, конечно, приобретут. И вот это есть системный момент, когда образуется человек. Потому что у нас пока полуфабрикат. Из школы, из института полуфабрикат. И, конечно, вместе с восьмеричностью, значит, восьмой элемент, о котором я говорил, конечно, это всплеск межчеловеческого взаимодействия. Вот это то, что ближе всего России, и что по-настоящему является, ну, я не знаю, таким гробным словом, я уже на какие-то моменты не буду говорить карточное, что козырь. А является каким-то знаком, знаком вообще, действительно, через который можно говорить, что маятник идет не напрасно. Надо относиться к человеку, да? И принимать человека, если, значит, церковь не очень хорошо к человеку. Ну, я вот тот момент говорю, что прогресс в человечестве, как-то вот, как они это объясняют? То есть они смотрят с какой-то своей стороны, которая, значит, могут человечность ущемлять. На уровне храма мира, пожалуйста, доказывайте, что хотите, свою часть. И вот сейчас я хочу сказать, что в данном случае мне хотелось бы вот позитив на том основе, который я говорил, конечно, и выборы сейчас идут. Конечно, важный вывод, чтобы Россия проявила себя, объявляла, как страна доверия человеку. Потому что в России вот основание человечности по всем моментам, которые есть, индийской, китайской и другой, суфийской и так далее, это может быть проявлено. Но в России пока нет человеческого гражданского общества. Вот подумайте, человеческое гражданское общество. Я обращаю внимание на слово человеческое, человеческое гражданское общество. Потому что мне кто-то может отчитать и сказать, вот мы послали в гражданское общество вот таких-то монофизитов из такой-то церкви. Вот одни монофизиты стоят. Вот туда мы послали докторов европейских наук и кандидатов европейских наук. Это с другой стороны монофизит. Но это не является скрепом. Человеческим скрепом там это опять-таки будет разделение. И как это самое у Карлова в басне, там движение какое-то куда движется. И я хочу заметить, что все-таки церковь, которая должна быть с гражданским обществом, она в большей степени с государством. Хотя по инструкции, по конституции этого нет. Но мы так видим, потому что очень сильно была натяжка такая, чтобы под православие, у которого огрехов порядочно, чтобы его поставить за идеал. Извините, есть духовная правда. Как вы так не рядитесь, но пока не исправитесь, музыканты не годитесь. Это я не знаю почему-то эта нотка пришла. Но по крайней мере, церковные люди хорошо. Они не обижаются. Христианин не может обижаться. Поэтому, когда говорят, это понятно, для них будет, если они будут воспринимать такое. И, собственно, Россия, страна доверия человеку. Вот это важная линия, которая хотелось бы, чтобы осуществлялась, особенно теми людьми, которые идут, они должны это понимать. И не монофизит, конечно. Не тот монофизит или плодить других монофизитов, а именно человеческое становление. И какие перспективы нынешнего мира, какой позитивный сценарий нынешнего мира. Он выражается в запросе человека ищу. Нет смысла, если сундук физического мира, он заполнен, то он сундук. Что в данном случае ту же физику можно изучить не так, как обычно изучают, со всеми загадками. А наоборот, со всеми разгадками, нагадами смотреть, как этим сундуком можно пользоваться. То есть, и здесь, потому что будет старая линия как-то проявляться и мешать тому, чтобы вот видеть, как должно проявляться. Итак, перспективы нынешнего мира в выполнении запроса человека еще. Проявление двуприродности. И в этом, через эту перспективу появляется такая сложность отношения через целостность человека, о которой можно продолжать говорить. Значит, проявляется необходимость к такой вставной челюсти в человеческий организм, как технический строй мышления. Это вставная челюсть отчетливо, потому что в органике вот это технического бестелесного. На чем это техническое мышление? На какое тело опирается? Да ни на какое тело не опирается. На тело не опирается, какое имеет отношение к человеку. И вот в этом плане, а конечно, вот эта человечность, она даст возможность и это, и постепенно вырулить отношения с Западом и так далее, зная перспективу, с какого конца начинает размыкаться гармония с Западом. Вот с человечности, которая появляется с тем, значит, как решается духовная линия, связанная с Западом, с как бы новой ступенью Нового Завета. И вы знаете, с какой фигурой это связано. Между прочим, отчетливо у нас решение есть. Вот у нас доктор есть. Где он? Да в тюрьму посадили. В СИЗО посадили. Да? И в этом плане у нас все есть. И я когда-то делал сообщение, ради у России есть проблемы. Ну, собственно, мы возвращаемся к тому же самому кругу человека еще. Ну, я на этом завершу. Если есть какие-то вопросы, то, значит, пожалуйста. Я подожди, я просто хочу отметить 8 конфессий, которые я не называл сегодня, чтобы кто-то, кто не смотрел мою запись Храм мира, может посмотреть, но я повторюсь, что есть четыре учения западнические, да, которые Новый Завет и славянский, вот это вот построение духовное, которое выходит на космос. Да? Духовное учение о духовности русской души – это отдельный разговор. Ну, не буду... То есть здесь не в том плане, что русская душа – это национальная душа. Это просто, если Бог есть там, вверху, то это есть внизу. Всего-то навсего. И никакой русскости нету, а то, что в глубине. Значит, то же самое, значит, ислам, леткий завет. Ну, вот четверка. Два световых учения, как бы, значит, световое божественное есть, вот эмоциональное, значит, огненное. И, соответственно, огненное на восточном плане для восточных учений там, значит, есть традиционное индийское учение, нетрадиционное, ну, типа, как бы там, шаваизм, как бы, свешнуизм, ну, мы буддизм будем так считать, да? И в китайском учении традиционное учение – едаосизм. Вот. То есть вот эти вот основные направления, они показаны, они в целом охватывают целого человека и выстраиваются человека на двух окна. Об этом во всех моих роликах есть, можно посмотреть. Задавай вопросы. Маленький. Да. Ну, очень понравилось, со многим я согласен, но я против того, что ты технический, я сам технократ, что это не тот путь развития, ну да, потому что, но в то же время технический путь развития, он опирается не на человека, а на божество. Вот. Вот из моей картин, книжки, вот это выключатель восковольный, вот, а это божество. Тереморцы. Брама, Шива и Вишну. И вот они абсолютно подобны. Нет, это понятно. Здесь, смотрите, полуфабликац занимается техническим, и, как говорится, заставь дорога Богу молиться, и он знает, что сделает технически. Или занимается целостный человек, соразмерный, гармоничный, который верит технику, как с ней заниматься, не наступит ли эта техника на какую-то мою часть. Не будет она меня ограничить, потому что другое видение вообще для мира.